Друзья, всем привет! Мы опять сегодня копаем, вы на канале Вадим Полетели. Так, коп начинается. У нас на том же месте, что и вчера мы копали. Вон там где-то у нас траки были. Первый сигнал. Красавец трак. Чудесно. Операция, а мы лучшие. Что я могу сказать? Трак лежал не глубоко, не знаю, как мы его не заметили. Но всё чудесно. Погода прекрасная. Сейчас уже восемь вечера. Стало немножечко прохладно. Потому что днём невыносимо жарко, под 40 градусов. Из дома выйти невозможно. Вот сейчас выбрался покопать. Находочки радуют. Буду копать дальше. Так что приятного просмотра. Копаю уже минут 30. Очень жарко, хоть уже 9 час. Вот у нас какой-то третий или четвёртый сигнал. Такая цепь. Там прошёл, страков нету. Выкопал трубу какую-то. И ещё какую-то балду. По сигналам что-то прям сегодня слабо. Думаю, ещё, наверное, часок покопать и домой пойти. Так-то уже десятка в кармане. И это уже нормально, радует. Но там посмотрим. Просто продолжаем копать. Нашёл максимально интересный сигнал. Уже копаю. Минут 10. Там какая-то либо плита, либо люк, либо бак. Ну, что-то прям тяжёлая лежит. Сейчас постараюсь выкопать вам, показать это. Если, конечно, получится. Потому что она очень огромная. Я уже сколько копаю, никак не могу добраться до неё. Фу. Ну, хоть грунт мягкий. Что-то радует. Ну, комаров очень много. Так что выкопаю вам обязательно покажу. Раскопки немного продвигаются. Смотрите. Какие-то тут пружинки. Какое-то литьё прям вот. Вот-вот заканчивается. Как будто, не знаю, двигатель какой-то. Ну, глубина прям здоровая. Вот по коленам мне. И мой пират это взял. Кстати, вот весы купил электронные. До 50 килограмм прям отличные. Очень точные. Взвешивают. Отлично. Фу. Запыхался. Ну, находка интересная. Никогда такую штуку не видел. Надеюсь, она будет нормально весить. И придётся её отсюда трактором выдёргивать. Красота, красота. Она примерно вот так вот, вот так вот. И вот тут где-то должно кончиться. Сейчас постараюсь её выкопать, вытащить и вам показать. Фу. Потом ещё, наверное, покопаем. И домой. А сейчас надо срочно попить воды. Очень жарко. Девять вечера. А жара просто жесть. Так что берите с собой обязательно на куб воду. А то тут откинетесь и всё. Вас никто не спасёт. Какая красота. Выкопал железку. Я просто охереваю. Чисто. Летая балда. Бля, она вообще неподъёмная. 50 килограмм неточное железо. Фу. Охереть просто. Я её кое-как с места двигаю. Даже, может, тут больше. Не знаю от чего. Тут пружинки какие-то. Но она очень тяжёлая. Возможно, какой-то противовес. Не знаю. Вообще здоровая глубина по колено. Вырвал вот такую яму. Блин. Охереть. Фу, кайф. Сейчас Камрад придёт. Мы с ним вдвоём будем её вытаскивать. Просто с кайфом. Просто с кайфом. В общем, с Камрадом вытащили железку. Это головка от трактора. Да. Весят больше 50. Мы дойм как подняли. Вот такие чебуреки. Я вам проверил. Или нет ещё. Думаешь, глубже будет? Нет. Потому что будет получаться. Вот на такой глубине взял. Прям максималка. Ещё что-то есть. Попробуем? Угу. Подснимешь? Давай. Давайте посмотрим. Может ещё один будет такой же. Грунт, что такой плохой. Сколько мошкарей вообще. А, мне погрызли. Как-то непонятно. Аж просто кусочек какой-то. Да хер его знает. Да хер его знает. Забей. Я разлю вас. Конь. Далахан. Комрад. Копатель. Копарь. И талакоп как бизнес. Не забывайте. Вот такие ямы зарываются. Вот такие. Кто-то пойдёт ночь, упадёт туда. Они же как могилы. Пойдёт заснятое, а кого-то не заметит и зароют эту яму. Кто-нибудь калачиком скрутится, там ляжет, поспит. Короче, знаешь, что ещё? Как только эта тётка узнала, пиздец, это ебаная блядь. Про металлоскатель? Ну, короче, как только она узнала то, что мы с тобой ходили в воде, поросе, она сразу сказала то, что мы виноваты. Хотя он водонепоницаемый же. Да, так и сказали. И она сама говорила в магазине. Да. При тебе ещё вроде бы. Ну вот. Ещё что? Мне Раэля бы сказал то, что никакой нахуй водонепроницаемости нету. Типа, там же защита есть, а в защите остаётся вода. И эта вода потихоньку проникает внутрь и окисляет всё там. Там же микросхемы ещё. Нихуя не водонепроницаемая. Ну ты и поросей ходил сколько раз. А? И поросей сколько ходили. Ну да. Хотя там же всё смолой залито. Да. Пизда ебаная тупая, блядь. Сука, у ёбки. Ты всё равно железо копать можно. Так что, ребзя, когда будете покупать металлоискатель, ну такой, заводской, не вот такой, это такой, это ладно, если сломается. Ну не особо жалко. Четыре пятьсот и пять тысяч, не особо. Можем просто перемотать что-нибудь, попросить. А вот если, например, покупаете металлоискатели, в которых нету дилерских центров, например, я точно не знаю про это. Но у Тихона нету дилерских центров в России вообще. И в ближнем зарубежье, по-моему, тоже. Так что, ребзя, если покупаете металлоискатель, то покупайте в официальных магазинах типа МД Региона. А не в каких-то там, каких-то там, но... Вроде бы нормально. Вам дадут гарантию на листочке? Придёте, вас пошлют нахуй. Вот. Это Траиля бы ещё такой спрашивает, гарантия есть? Я такой, да, завтра, послезавтра должна закончиться. Он такой глаза округлил, а хули не взяли, говорит. Даже на ремонт не взяли, проколись. Совсем охуели, пидорасы ебаные. Ну ладно. Я, короче, походил на 85-й чувствительности. Вроде нормально, не пиликает так сильно. Опа! Красота. Звони. А? Что приехали. Мы, наверное, будем ролик заканчивать на этом. Да. Всем желаю таких находок побольше. Прям 10 таких. Да. С одной ямы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Можете донатить. Оставить комментарий. Металл есть. Его можно копать. И самое главное, не сдавать металлом сейчас. Ждите пока цена поднимется. Она поднимется однозначно. Всем пока. Всем добра. Всем бобрада. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok